привет народ сегодня у нас день испытаний вы это можете увидеть в одной серии а я могу и возиться два дня с этим купил я шланги сейчас я буду вставить начнем с гидромотора тут угловые чтобы особо не торчали я не знаю почему но и когда всегда такие вещи подсоединяю у меня происходит всегда все наоборот например вот вправо должен ехать вперед а у меня будет вы нажимать вправо будет назад косяк потом приходится перекручивать шуцеров или распределитель также делаю на себя вверх получать на себя вниз все здесь подключил не дает нам придет сюда или распределитель переделывать вниз или искать какой-то маленький угол сюда потому что он будет мешать но это ничего страшно это все потом делается после того как его провариваешь и мелочи разные вот эти убираешь так теперь вот сюда сейчас ищем выход вот он снизу флянец над не развернуть и вообще надо снять насос и посмотреть может быть он по-другому как-нибудь лучше подойдет так еще нам нужно обратно штуцер у нас нет вот на обратку сейчас поеду магазин подберу штуцер и как раз заодно забыл купить шланг также он у нас должен идти и в бак вообще в принципе можно вот сюда поставить тройник и сделать его сюда вот в тройник также в обратку итак сейчас у нас самый ответственный момент нам надо сюда залить масло включить нша и отсюда посмотреть когда пойдут первые капли и пойдут ли они вообще супер давайте попробуем 12 вольт первые передачу 1 все так теперь ставим обратку кстати до этого пробовал на новом насосе я наверное день целый ездил без обратки вообще ни одной капли там не было но без нагрузки под нагрузкой чуть-чуть начинает уже пропускать шланг вот такой вот можно вообще самый тоненький но так как штуцера не нашел я потоньше пришлось мне покупать такой шланг провода нашел каких-то там с усилка поход дел даже с предохранителем ладно других нет будем пробовать на этих сюда конечно лучше побольше сечения может быть если хватит в два зафигарю чуть-чуть будет сразу видно если они греют значит не то первый пуск я интересно если упереть буксовать будет ты на какой час вот я опять с педали осуществлю в ту сторону а ну ты чё с первая вот я тут цепь слышно тяжело мать вару короче надо передач не делать у него один-другом понял ну так давай сейчас попробуем машины в город высокий а так лучше получается короче Ну для хипита, как один кто-то в комментах писал По-тихому, говорит, подкрался, украл, все надо Вышел на трассу, завел движок бензиновый и пошел На крыльцо? Да он свободно заедет Смотри, сейчас прям легко Он же легкий, он легкий сейчас Блин, вообще я кайфую просто Как это, да? Жужу А там масла, кстати, нигде нет Нет, пока вроде Как это, как таракан Тр-тр-тр-тр-тр Став Плюс Плюс большой да с этим распределителем никола не встает накат накат есть так же можно затормозить сразу если что раз да цепи все нормально натянем потом ухо иди сюда попробуем Слышь, соседи теперь кто-нибудь скажут, что-то не тропит, а он ездит, а так-то. У меня такой бугорому быть не под силу. Ну, едет же рост фантастика. Офигеть. Э, закапывается, нет? Где же по планам могут идти на гональ, а? Что там пока? Какой-то болтик лежит. Гаечка и болтик. Откуда-то. Вообще тишина, да? Да ладно, вообще кайф. Просто кайф, просто. Маневры хорошие у него, да? Да. Сейчас замерим, сколько там минут, секунду, не показывай. Кайф. Шесть минут. Шесть минут. Сейчас замерим, интересно, вольта. Посмотрим, что сел, не сел. Поехал. Ну, как бы прям подгадали по передачным числам на электродвиг. Потому что если чуть больше, он будет давим. Тяжелее. Вот. Вот в тугачку. Он сначала. В тугачку он пошел. А потом он разгоняется. Да. Вот тут вот эти вещи натягиваются. Тяжело. Вторая? Давай на первую. Ну, на первую. Плывь мотором. Стерг. Ой. Давайте еще минут 10 погоняем 8 Мне кажется, он чуть-чуть потише стал Опять вольтажа не хватает Надо еще один аккумулятор, а его нет Да, тишина, да? Так, давай сейчас замерим вольтаж Вон, конечно, тишина Цепь слышно одну, и все Ради этого дела Даштестер на выкупил Да Опа Так, хрупкие 20, 200 Так, это у нас вон тот плюс Вообще ни капельки не разрядилось Надо еще катать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что ж ты плавно не можешь сажать, дрыгаешь? А? Можу, да. Эх! Давай, отступляйся, пойми. Не знаю, как я не гнулся. Подожди, надо пониже. А вот вы уже тут так постояли? Да. Плавно, плавно нажимай. Зачем ты дрыгаешь? Да. Ладно, ну-ка, выключи. Я тебе сказал, что он не почувствует. Давай, подойди сейчас. На третью. Вторая. Так. А вот, руку поесть? На третью тянет. Давай, давай, на пятую тянет. На пятую не потянет, не дожди. На пятую не потянет, не дожди. Попробуем. Эта? Да. Ну-ка, стой. На любую тянет. Леня, давай вторую попробуем, зацепим. Сейчас рост найду. Две сразу. Две тонны. Давай, давай, тяни. Ручка оторву. Все, ладно. Поставили три аккумулятора. Ну, пускай там 34 вольт сейчас. Видите, уже два у нас подсажены. Это у нас вообще фуфельный аккумулятор. Он машину зимой в мороз не заводит. Погоняли мы примерно минут 20. Вот туда-сюда подергали машины. Разрядка вдала где-то на один вольт. Ну, для таких аккумуляторов, я думаю, это вообще все нормально. Ну, конечно, шума вообще нет. Вот самый кайф, да. Самый кайф. Все, садится. Садится, да? Садится? Чем-то смахивает электрокару. Ну, а так, кто не в курсе, буду я из него делать гибрид. Поставлю туда бензиновый двигатель и электродвигатель. И будем с вами испытывать. Кстати, друзья, в следующей серии начну делать навеску. И также мы ее подсоединим к этому электродвигателю. И посмотрим, какая мощность будет у навески. Сколько килограмм будет поднимать. И вообще, на что она способна. Все, большое всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok